Ребятки, мои телезрители, мои зрители, подписчики, всем доброе утро! Почитала комментарии, некоторые заподозрили то, что почему такие видео короткие. Дело в том, что я была последние несколько дней очень-очень занята, ездила по разным местам, нужно было много дел сделать, и почему, собственно говоря, у меня здесь такой срач, и почему видео такие короткие стали, и вообще по каким делам я ездила. И также хочу рассказать про учёбу, что же с моей учёбой, длятся ли мои каникулы или нет. Каникулы у меня уже давно закончились, я не хожу на учёбу, потому что у меня возникла проблема с документами. Вот, и из-за документов я не допускаюсь к главному экзамену, который, по идее, должен быть 14 мая. И, собственно говоря, из-за этого я не могу продолжить учиться. Вот, это первое, да, и второе, как бы, я уже не на каникулах, просто не могу учиться дальше, потому что нужно решать срочно проблему с документами. Я лечу на Украину, я лечу на Украину где-то на неделю, может, две, вот, и вся в делах была, я покупала всем подарки, всем своим родственникам кучу тут подарков, у меня есть сестричка есть маленькая, вот, так что я готовилась, я была вообще, вообще где-то непонятно где была, и я уже третий день, если честно, собираю чемодан, и я до сих пор его не собрала, поэтому я сегодня вечером ночью улетаю, и я до сих пор не собрала вещи. Вот, я сейчас проснулась, Ваня у меня пошел на учебу с утра, чтобы вечером не пропускать, потому что вечером он у меня повезет в аэропорт, Ваня со мной не едет. Почему Ваня со мной не едет? Потому что это невозможно. У него сейчас начинаются экзамены, сессия, именно вот конкретно у него будет, на всем протяжении месяца у него будут экзамены, и пропускать нельзя, и нужно закончить уже первый год университета, поэтому я быстренько слетаю в Украину, решу все проблемы, все дела, и вернусь. Вот, так что вот такие вот у меня новости, девчонки, фан-встреч не будет, потому что мне будет безумно некогда, и я для фан-встреч буду лететь на Украину в другое время, и это будет специально для того, чтобы встретиться со своими подписчиками, потому что встретиться с подписчиками, это не так просто, нужно подготовиться, нужно подготовить, где это будет проходить, то есть там свои нюансы, свои проблемы, поэтому в этот раз никаких встреч мы устраивать не будем, но я обещаю вам, что они будут, я не знаю когда, не знаю вообще ни даты, ничего, но вообще мы с вами планируем поездить в Россию съездить, в Украину съездить, вот, может, еще в какие-то страны поедем, но это очень, это в далеком будущем, пока мне нужно решить проблемы те, которые у меня сейчас есть. Вот, в Лидву я вчера ходила, помните, я вот здесь накупила всяких шоколадов, всяких чучесов, тоже повезусь с собой, своими сестрам, своим родственникам, что у меня там маленькие, маленькие сестрички есть, младшие, двоюродные, родной у меня только один брат, и он здесь будет с мамой и с папой, а я лечу. Вот, так что я сейчас собираюсь силами, хочу заправить кровать, включить музыку и начинать собирать вещи. Я не знаю, что с собой брать, потому что я не знаю, какая погода на Украине. Я спросила у сестры своей, у подружки, они говорят, да, бери, бери кожаную куртку, бери купальник. Такой разлёт в одежде, бери кожаную куртку и купальник, бери. Я, короче, не знаю, что брать, буду брать и чуть-чуть того, чуть-чуть того, чтобы у меня там не замёрзло, чтобы у меня там не облиться полом, и чтобы можно было, если что, сходить на пляж, так мне сказали. Ну, посмотрим, я купальник на всякий случай возьму, но пойду ли я на пляж в мае месяце, я не знаю. Вот. Ваня мне утром разбудил, принёс мне кофе в постель, кушать вообще не хочется, меня всё калашматит, я переживаю. А для того, что на самолёте я буду лететь первый раз, потому что сюда, в Испанию, я приехала на машине, не на самолёте, на машине я сюда приехала, и с самолётами не имела никакого дела. А сейчас мне нужно будет лететь на самолёте, мне безусловно страшно, я не знаю, что, где, когда, куда. Короче, ужас какой-то. Так, ладно. Всё, надо открывать его. Я с этим чемоданом поеду, так что надо мне открывать чемодан и уже убирать вещи, складывать всё это, убирать. Так что, поехали. Ну что, чемодан практически собран. Вещей. Вещей получилось очень много. Всё это нужно закрыть. Ещё ручная кладь у меня. Мы купили такую вот сумку мне. Вот. Это будет ручная кладь у меня. Здесь я тоже потихоньку всё собираю. Здесь старый телефон. Вот. Просто это единственный телефон, у которого есть карточка украинская. Вот. Это чтобы мне прилететь и позвонить, что я долетела. Ну что тут? Я взяла с собой кофту, кошелёк, расчёску, сумочку маленькую сюда. Здесь у меня все документы, которые нужны. Очки здесь. И ещё здесь ещё будет компьютер. Ноутбук я ещё буду с собой забирать. Вот. Это я уже здесь приготовила, в чём я поеду, что возьму. Кстати, я ещё поставила... Чаля меня попросила... Ой, сейчас бегу-пегу на кухню. Поставила варить бульон. И мне нужно... О! Вот. Нужно пену убрать. Чтобы она... Ой. Пеночку, пеночку, чтобы бульон был чистый и красивый. Красивый цвет. Так что... Пену. Сейчас пену уберу. Поставлю на медленный огонь и пойду купаться. Купаться пойду. Ой, так что такие вот дела. Сейчас уже скоро все придут. Через часик как раз я покупаюсь. И Ваня уже придёт с учёбы. Течёля со спортзала вернётся. Дядь Вова не вернётся. Дядь Вова на работе. Сегодня целый день. Так. Ну что, вроде всё. Пошла я купаться. Слёгким у меня паром. Я уже скупалась. Сижу монтирую видео для вас на бьюти-канал. Потому что отснять отсняла много. Но, как понимаете, ничего не монтировала. Не было времени. Сейчас сижу монтирую. Ваня мой пришёл уже с учёбы. Вот. Сейчас ещё и тётя Оля подтянется. Скоро сейчас придёт. Ты голодный, Зай? Кушать хочешь? Ну, не очень. Не очень. Давай чай просто попьём. У нас идёт... Ты пей, пей, вызов. Я хочу ещё до выезда. Ещё до выезда. Зай, как-то кила рака. Ещё раз пять поеду. Давай, чё? Угу. Ай. За килограммы ничего не написано. Не написано ничего. Ничего написано размеры. В смысле размеры. Сейчас вам покажи, как Пума здесь... Она схватила Ванину ногу, обняла и всё. И ни в какой не отпускает. Да, Пума? Скажи. Не бросай меня. Не бросайте меня, пожалуйста. Платьте меня, платьте. Не, ну... Нет, Света, смотрите, она не всё уже убрала. Она вот так вот двумя лапами обняла, ногу лежит. Пусик. Пусик. Хвостом же... О, о. Грызть, грызть, давай, грызть. Короче, собирала я, собирала чемодан. И я его нагрузила, и он у меня порвался. Вот видите, вот этот порвался. Так что пришлось всё доставать и грузить всё в другой чемодан. Так, это я здесь пылесосила. Ой. Сейчас покажу, с каким я чемоданом поеду. Вот. И всё. Пришлось перекладывать в этот тяжеленный... Ой. Игромезный чемоданище. Вот. Я его уже тут всё в зале оставила. Его уже не таскать туда-сюда. Ужас. Ой. Ой. Я устала. Всё. Столько... Его запихивали в вещей этих. Ужас. Ой. У меня осталось три с половиной часа. Пипец. Хочу вас снимать. Я делаю себе обучерброды. Авокадо? Да. Хамон, дульсы и сыр. Ветчина, сыр и лимончик. У нас соседи ремонт. Соседушки ремонтик. Смотрите, моя кисонька лежит. Здесь такая вся пузатая. Помочка. Пока-пока. Скоро с тобой увидимся. Всё. Мы выезжаем. Вызываю лифт. Дружим и не страшно. Здрава. Памяти не было. Мы ехали-ехали и нашли поле с маками. Так что мы как ненормальные идём фоткаться с маками. Маки-маки. Красивые такие. Мы приехали в аэропорт. Мы сейчас припарковали машину. Вот везут мои чемоданы. А я иду без чемодана. Мы идём на лифт. Чтобы нам приехать туда, куда надо. Сюда же, да? Вроде как сюда. Так, а какой у меня этот? Куда нам? А, только. Ладно, ясно. Мы сейчас будем заматывать мой чемодан в плёнку. У меня будет плёнка зелёненького цвета. Хи-хи. Вот. Сколько здесь стоит плёнкой обмотать? Не написано, да, Диньде? Так, ну вот и всё. Катя у нас уже села на самолёт. Летит. Ну, она уже давно села. Я жду, пока она сядет в Киев. Вот я сейчас смотрю, где она на самом деле летит. То есть, через этот сайт можно отследить в реальном времени, где находится самолёт. Я вот вижу, что Катя совсем осталась чуть-чуть. Она уже наскоро сядет. Как она сядет, мы с ней поговорим. Я всё расскажу. Мы идём на посадку. Такой зигзаг. Ну. Ну. Так. Всё. Нет ещё. Идёт на посадку. Ну, что-то двигается, наверное, там. Ну, тормозит он. Ну, тормозит, да. Только что-то он уже по Украине проехал. Тормозит. Смотри, где аэропорт, а куда он уехал. Ну, это там же тормозной путь у него. Через звезд Киев. О, смотри, он раз-развелился. На рулёжку пошёл. Вот он. Манёвра. Это он по аэродрому катается. Следы путает. По аэродрому катается. Так. Ну, вот и всё. Катя всё прилетело. Всё удачно. Практически без проблем никаких. Всё. Буду с вами прощаться. Всем пока. И я думаю... Нет, я даже, наверное, не знаю, когда Катя выставит следующее видео. Будем ждать. И, кстати, мне будет тоже интересно, потому что она будет снимать их в Украине. И я тоже буду следить за тем, что будет делать Катя. Всё. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!